друзья всем привет вы на канале деревенские будни сегодня мы будем делать обзор который я уже давно хотел сделать обзор нашей хлевушки сейчас уже все сделал до конца как хотелось сделать ну может быть что-то где-то еще по мелочи так но это уже мелочи то есть посмотрим как покажет зима ну и начнем с самого начала со входа внутрь что вот у нас такой вход обшил я его пеноплексом тридцаткой старая дверька тут у нас было но это вход такой есть такие небольшие подмозки или отмозки мостики чтобы можно было на тачке сюда заехать ну и там уже на многих видео он уже сверкал так что тут не удивительно ничего то есть вот пеноплексом обшил кусками где-то целые листы где-то куски 3 окошко сделал утеплил не полностью утеплил только вот четыре таких вот пролета а этот уже у нас отдельный выгул летний такой вариант не стал его утеплять здесь у нас птицы живет в основном индюки на сегодняшний день индюки покажу вот вот то есть там ход сделал с той стороны и здесь тоже выход сделал такой сквозной вот здесь вот ребята у нас сидят индюки ладно сидите пока там тоже пеноплексом обшил пеноплекс хорошо вот на саморезы трясатка вы саморезы на 51 миллиметр а шайбочки обычные такие затихи из пластиковых канистр очень удобно так вот здесь вот на пробке на пробке бывает просто саморез проскакивает очень неудобно вот так вот и переворачиваешь все равно вот эти вот крышечка раз и выскочит а вот эти вот шайбочки из канистры старых пластиковых ну там а то соло масло от автомобильных там всякие в общем жидкости всякие из них вот хорошо он муха засыпает вот ну вот тут вот еще не утеплил тут немножко осталось наверное изолоном так прихвачу потому что здесь дверь открывается пеноплекс никак не сделаешь вот тут снизу тоже ну всяких из досок да из тсп старый было чтобы клювами то они не клевали пеноплекс тут этим линолеумом шел а то они выклевывают пеноплекста индюки то куры тем более где то вон там прихватили надо надо повыше еще закрыть индюки то высокие большие вот здесь просто был у меня старый баннер рекламный только здоровый мы помню когда перми ездили там покупали бушные за бесценок размером 3 на 6 как раз закрыл и нормально все классно он плотный вам дождик не льет и все все здесь из горбыля сделан из старого раньше здесь был гусятник раньше у нас гуси жили но они жили то есть под открытым небом здесь вообще ничего не было ничего не обшита просто столбы и навес сверху и все больше ничего не было и вот они у нас круглый год зимой гуси жили на улице под этим навесом ну а что делать надо было что-то делать строить материал дорогой пришлось исходить из того что есть и потом уже пеноплексом просто обшить пеноплекса дешевле намного вот ну в общем тут заходим внутрь вот внутрь захотли так включим свет свет недавно провел на свет тоже отключили у нас все его включать электроэнергии ты трубили а я тут в общем по всему периметру вокруг все стены я обшил пеноплекса и на потолок тоже пеноплекс пришел только пеноплекс уже не вплотную к шиферу кровли а именно там такой зазор остается к этим кладом пришел просто и все вот он к стропили нам то еще там зазор чтобы потом на шифере там наверху не скапливался конденсат ну вот проверим посмотрим как зима покажет ну а так вот просто обычный коридор то есть ширина у нас три метра получается стены до стены обычный коридорчик сделал но шириной сделал так чтобы можно было на тачке сюда заехать там навоз за счета убирать и все по порядку начали тут уже клетки тоже из различных досок горбыль тут у нас у пока козлята живут тут у нас уже белка живет коза ну кормушку вот у них такая специально для коз сделано кормушка и такие вырезы для головы чтобы голова туда не головой залазит стой друг стороны и с этой стороны но они сделаны как бы в шахматном порядке чтобы они друг друга не бы дали таким вот образом вот такие вот кормушки то есть я надо доложишь траву или сено и все вот тут вот на стене у них висит тоже из пластиковые канистры вырезал дно и положил положил туда лизунец то есть надо полизали лизунец чем мелко мелко отдыхаешь отдыхаешь пол тоже из горбуля сделал были доски то есть сделал небольшие щели такие что туда вода стекала ну вот моча то не чтобы здесь не было сыра но не бывает где-то уже где-то шире сделал забивается и мочаю тоже бывает моча то уходит потому что здесь небольшой наклончик такой вот ну и все чистишь потом сыпем опил пока вот тут кормушка тоже такая же сначала это все подков предназначалась мы вообще хотели тут большое поголовье косто держать но так получилось что приходило пришлось поголовье сокращать нынче еще сократим останется только вот это вот одна коза у нас потом ее скрестим тоже кун козла найдем и у нас еще родит она бог даст их побелили стены правда не все везде побелили ну сколько хватило сколько есть вот здесь вот он вольер побольше немножко здесь у нас живут вот эти вот товарищи зита и гида вот они в этом вольере у нас живут мы пока они вместе потом подрастут так раздельно будем там еще вольеры освободятся вот ну что у нас все ну а вот этот отдел я уже сделал чистый пункт пунктов здесь они у нас сидят здесь тоже побелено все соответственно лампочки буквально недавно светом подключил сюда провел светодиодные лампы патроны простые такие косые электроэнергия там три лампы на весь этот коридор и три окошка вполне хватает вот они тут у нас зимой здесь будут жить тоже часть поголовья уйдет отсюда то есть останется одна семья то есть самца и самочек на на него оставим и все эти все у нас на мясо уйдут да парни на москве здоровенные уже стали ну и вот эта дверь которая с той стороны показал то есть что тут вольер она у нас уходит раз и уже приходишь сюда вот ты пойдете на улицу идите давайте на улицу дождь кончился вроде идите выходите вот ну здесь такие чисто символические раскосы сделал конечно рано или поздно эти столбики не сгниют потому что они просто закопаны в землю просто тупо закопанных землю я даже ничем их не обрабатывал потому что думал это так быстренько временно сделаю для гусей потом уже думаю буду делать капитально есть если будет из чего в итоге пришлось просто все это ну вот использовать дальше конечно хочется сделать капитально но на капитальное строение денег много надо пока исходим из того что есть ну вот тут станок который тоже у меня сверкал в некоторых видео вот он и есть сейчас он так он так он и служит так он и работает ну а здесь мы такой у нас так сказать технический ящичек здесь у нас всякие препараты он стоят добавки до чего в общем некоторых здесь хорошо прохладно как в холодильнике вот пока вот здесь что-нибудь такое в мелочи всякие храним так сказать мелкий инвентарь старый шкаф какой-то нашли тоже у нас был мы его взяли сюда прикрутили на все ну конечно как всегда не хватает места хотеться хочется место побольше чего тут у нас раз два три четыре четыре вольера всего вот если здесь вот уберем этих козлов козу уберем два вольера освободиться и все потом от их река возьмем так в один вольер хрика посадим вот что еще тут у нас ну пол то я уже говорил что из обычных досок сделал просто доски тоже горбылины старого дома он насобирал козлов то тоже никто не покупает видимо никому не нужны даже на мясо никто не берет до чего у них тут мясо то еще молодые маленькие до яшка вот ну а снизу так отсыпал с той стороны снаружи отсева здесь вот так отсевом отсыпал чтобы не было щелей вот опять отсыпал коз выпустишь они тут начинают рыть поросят у меня бегали тоже начали тут рыть короче курицу до выгнал тоже все начали рыбин да что то такое они такие землеройки курицы как вообще да парни вы чужим на бегать и идите давайте траву ешьте пока возможности где нет вроде как вот а сверху шифер у меня вот со старого дома он с того дома снял с пристройки если шифер сюда положил не хватило конечно немного not то что я уже говорил тут баннером закрыл свет карабица снаружи все вроде бы так нормально на окна как и дел окна так вообще просто вырезал просто у меня вот такие вот это стекла были не знаю откуда они мне достались тоже откуда-то их помню привез откуда-то и просто по размеру стекла выпилил оконный проем немножко так запасом приложил стекло посадил его на герметик сверху ну как бы сделал такие доски укрепил эти еще правда одинарно ну знаю посмотрим зима покажет здесь так вообще на пену посадил просто приклеил просто его на пену да все стекло толстая оно такое как витринное стекло да нормально я думаю будет тепло конечно не как дома но животным хватит тем более если там их много будут там все тепло бы но тут у нас холодно было пару дней как-то ночью до минус 2 доходило даже откуда зайдешь там тепло так внутри пеноплекс он же хорошо держит тепло все хорошо тепло держится даже на улице в мороз так руку приложи так тепло ну вот задней стороны тоже также обшил еще один момент в каждом вольере там внутри под полом сделан желобок на всю как бы это длину пола посередине и пол он сделан как бы вот так немножко с краев сюда и сюда чтобы моча которая там остается стекает под пол она вот сюда и стекала короче по желобку вон здесь желобок травой правда зарос вот по этому желобку просто моча сюда вниз текает сделан так в каждом вольере чтобы там моча не заставилась и на вот просто сюда утекать и все а здесь она уже в землю уйдет и все что тут не коровы стоят это корова там как нальет так много а навоз навоз я уже говорил просто на тачке заезжаю учащая просто и все ну а зимой просто снегом засыплю просто здесь все со всех сторон чтобы теплее было что нынче говорят зима суровая будет так что не знаю навоз вот на этой тачке выложу но у нас уже пенсионерка . вся уже сколько работала до сих пор пашет или накрытием в этом выложу вот сюда на тачке просто заезжая дверку открываю тачку все выгружая папа начинаю по очереди оттуда туда 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 скажу вольера и все туда на компостную кучу увозим все ну потом надо будет еще тут добилить здесь вот не добили на ничего еще добелю да вот тут вот эти вот щели тут пропеню горбыль так чё он всякий широкие узкие всякие попадается ну что есть то есть что делаешь ну вот ведь сверху если тут на днях провел электричество провод сюда сюда и туда уже там просто розетка внутри стоит потом купим розетку таймер чтобы уже с электричества там сарайки она включалась уже по таймеру то есть утром включение вечером выключение потому что зимой уже большую часть времени будет темное время суток и свет будет время гореть почти но светодиодная лампа ничего немного мотают немножко каким образом провел вот у меня гофра была целый рулон гофр был тоже мне подарили ребята вот купил тросик тоненький ну как растяжку сделал провел сначала тросик а по тросику уже гофру с проводом а провод насколько он там на 1 миллиметр две жилы вполне хватает для освещения там принципе нагрузки то большой не такой нету вот но это вот такой вид вот уже это у меня я на втором этаже дома нахожусь и вот со второго этажа такой вид ну вот птичник то есть вот у нас вот такой вот здесь вид сверху слева находится птичник у нас а справа находится уже сарайка для кос для свиней но индюки там же вы тоже жить на переднем плане здесь у нас около забора кормушка для кос вот ну в плане может быть какие-нибудь потом еще перспективы построим еще какие-нибудь строение такие для птиц летним вариант а пока вот как есть так есть все равно вот знаете вот всегда не хватает помещению хочется еще что-то развить еще побольше развести помещение не хватает вчера вот там вот у нас птичники мы провели ревизию то есть петухов всех отловили отсадили их отдельно на вот корм потом чего у нас там еще а вчера мы еще привезли петуха другого уже взрослого петуха курочкам нашим молодкам то есть мы потом еще молодок мы еще отсортируем там они подрастут побольше и чет сортируем некоторые уйдут в брак уже некоторых оставим уже просто с петухом вот семья ну и посмотрим как дальше пойдет видно будет все вроде друзья вот так вот строго не судите и делаем из того что им имеем так сказать как бы это хорошо когда есть из чего делать может так красиво хорошо сделать попробую сделать из того из чего на пробу сделать из ничего то есть из подножного можно сказать материал горбы и бревна тут всякие бревна так вот эти столбы у меня еще когда я делал еще для гусей так тоже из лесу навозил когда лес выписывал валежник тоже выписывал навозил столбиков по столбике то тоже они уже земля лежала леса сколько уж лежал где-то сушины попадаются вот так это делаем ну ладно всем пока уже много что-то говорю уже ладно все свидание до следующих встреч следующем видео увидимся